Сегодня в Ледовом дворце Чебоксары-Арена состоялось расширенное заседание коллегии Министерства спорта Республики, где подвели итоги работы за прошлый год и обозначили планы на 2021. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в 2020 году, в спортивной сфере удалось реализовать немало проектов. Пусть и несколько в другом формате, но продолжились тренировки спортсменов-профессионалов, тех, кто представляет республику и страну на всероссийских и международных состязаниях. С ограничениями, но все же работали кружки и секции. В течение года шла реконструкция школьных стадионов и спортивных площадок, их оснащение современным оборудованием. К 2024 году у нас все с вами школы в республике обязательно должны иметь свои школьные клубы. Сегодня таких школ у нас из 400 – 120. Сейчас при уточнении бюджета около 2 миллиардов рублей направляется на модернизацию объектов образования. То есть совершенно очевидно, что сложно выполнить этот показатель по школьным клубам спортивным, если не будет создана при школах соответствующая инфраструктура. Реконструкция крупных спортивных объектов идет по плану, но есть и дополнительные адреса. Нам удалось добиться реконструкции с 2021 года значимого для чебоксарцев крупнейшего спортивного объекта – стадиона «Волга». Вопрос по которому решался в течение 7 лет. Чувашия стала единственным в России регионом, которым выделены дополнительные средства на реконструкцию, не предусмотренного ранее федеральным бюджетом спортивного сооружения. Уверен, что через 3 года Чувашия стадион станет местом проведения крупнейших международных и российских соревнований. Уже известно, что 8 спортсменов из республики стали кандидатами в сборную страны. Они готовятся к Олимпийским играм, которые пройдут летом в Японии. 32-е Олимпийские игры будут проходить 1-23 июля по 8 августа в городе Токио. Спортсмены Чувашской республики планируются участвовать в таких видах спорта, как спортивная борьба, тяжелая атлетика, легкая атлетика, спортивная гимнастика. Задача на этот год – больше развивать водные виды спорта, а также уделять особое внимание привлечению людей старшего возраста к физической культуре. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Юрий Марков, Республика.